Из туманных вод поднимаются первые ступеньки к осуществлению крупного строительного проекта. Предстоит построить самый длинный из подобных мостов в мире всего за пять с половиной лет. Несмотря на опасные течения и ураганные ветры, инженеры возьмутся за Серебряного Дракона. Этот мост не просто над рекой или озером. Он пройдет над открытым водным пространством. Мост над заливом Ханьчжоу в Китае – это огромное сооружение и очень сложная задача для строителей. Чудовищно огромный проект с применением чудовищных машин и зоной строительства, равных которой нет в мире. Когда он будет готов, его можно будет считать рукотворным чудом. Китайцы творят чудеса. Мост в Ханьчжоу. Строители мечтают соединить два самых оживленных города в Китае. Они стоят на противоположных берегах залива Ханьчжоу, дельты большой реки Янзи, в том месте, где она впадает в Восточно-Китайское море. На южной стороне залива стоит порт Нинбо, через который проходит более 200 миллионов тонн грузов в год. Это второй по загруженности порт в Китае. В 50 километрах на другой стороне залива стоит Шанхай – экономический и финансовый центр Китая. Будущее Нинбо в качестве международного центра морских перевозок будет обеспечено, если его сумеют связать с этим динамичным и процветающим столичным городом. Чтобы превратить мечту в реальность, инженеры спроектировали самый длинный в мире океанский мост. Шестиполосный мост через залив Ханьчжоу сократит автомобильный путь между Нинбо и Шанхаем с 400 километров до 8. Но между этими двумя мощными городскими центрами лежит огромное морское пространство, перекрыть которое мостом раньше считалось невозможным. С самого начала проекта главный конструктор Ванг Ренгуи знал, что столкнется с огромными трудностями. Когда меня впервые назначили руководить проектом и проектировать этот мост, я очень, очень волновался. Однако, когда я приехал сюда, природная среда оказалась гораздо хуже, чем я себе представлял. Доктор Робин Шэм и Наим Хусейн – специалисты международного класса по проектированию мостов. У них 60 лет опыта на двоих, и они преодолели много трудностей на строительстве современных мостов. Этот район – один из самых неблагоприятных для строительства мостов с точки зрения окружающей среды. Решение построить мост через море свидетельствует о желании людей обуздать силы природы для блага человечества. Соленая вода, быстрые течения и сильные ветры плохо сочетаются с бетоном и сталью. И это только первые проблемы окружающей среды, с которыми столкнулись инженеры. Чем больше мы узнавали о природных условиях, тем яснее и понимали, каким сложным будет строительство этого моста. Конструкторы и инженеры должны были преодолеть эти природные трудности, а также многие другие. При бюджете в полтора миллиарда долларов мост был одним из самых сложных проектов, требующих больших затрат от всего общества. И каждый год ему предстояло выдерживать безумный напор сил природы. В заливе Ханчжоу наблюдается явление, называемое Каньтунским речным приливом. Оно считается одним из чудес природы Китая. Эта гигантская стена воды образуется тогда, когда очень высокий прилив и сильные течения в заливе силой врываются в узкое устье реки. Мощь этой приливной волны заставляет воды реки повернуть вспять. Волну залива Ханчжоу называют Серебряным драконом. Каждый год в середине восьмого лунного месяца дракон просыпается. Это самое крупное и самое зрелищное природное явление такого рода в мире. Его скорость достигает 30 километров в час, а высота – 7 метров. И каждый год сотни тысяч туристов приезжают сюда, чтобы занять места в первом ряду. Но это чудо природы бывает непредсказуемым. Между 1999 и 2001 годом Серебряный дракон унес 64 жизни. Это удивительное зрелище нужно учесть при конструировании моста. Но сможет ли этот дракон одолеть мост? Мечта о строительстве моста, соединяющего Шанхай со вторым по загруженности портом Китая на материке, может превратиться в кошмар в лапах Серебряного дракона. Каждый год колоссальная стена воды проносится по дельте реки Янзы. 36-километровый мост окажется прямо на ее пути. Поэтому конструкторам придется учесть это природное явление или отказаться от своих планов. Проектировщики моста призвали на помощь гидрологов. Они хотели знать, какое влияние может оказать мост на течение воды в заливе. Уничтожение ежегодного Серебряного дракона могло бы стать катастрофой как для окружающей среды, так и для местного туризма. Обширные исследования Каньтунского потока, а также приливов и течений в заливе были отражены в масштабной модели, дополненной макетом моста. Течение на модели и реальное течение очень похожи. Этот эксперимент показывает нам результаты влияния прилива и направления потока воды. На основании этих исследований инженеры точно вычислили, где нужно расположить основания, чтобы свести к минимуму влияние моста на течение и приливные потоки. В результате мост будет гармонировать с природой. На протяжении 36 километров он будет извиваться ленивым зигзагом по заливу Ханчжоу. Это позволит воде течь плавно под мостом и сведет к минимуму его влияние на гидрологию и приливную волну. Форма плавного зигзага не помешает ежегодному серебряному дракону и даст еще одно преимущество – спасет жизни людей. Если построить прямой мост, длинный мост, то водитель будет видеть перед собой только черный бетон. А это зрелище может быть очень монотонным. Он даже может быть просто опасным, потому что скучно долго вести машину по прямой. Потребовалось 10 лет планирования и более 50 отдельных исследований условий окружающей среды, чтобы создать окончательный проект. В 2003 году самый длинный в мире Трансокеанский мост получил добро на строительство. Но как только началось строительство, его остановили. Под океанским дном, прямо на траектории моста, было открыто газовое месторождение. Газ был таким же смертельно опасным, как и серебряный дракон. Он мог помешать осуществлению проекта. Разведка показала, что месторождение газа находится на небольшой глубине под морским дном. Местами она всего 50 метров. При планировании моста мы никогда не думали о том, что здесь может быть природный газ. Конструкция моста требовала забить тысячи стальных свай на 60 метров в осадочную породу. Что-то явно следовало предпринять. Или же отказаться от проекта. Моя первая реакция была, может, это не подходящее место для строительства моста. Забивание свай в месторождении газа могло оказаться крайне опасным. Случайная искра могла воспламенить газ и вызвать катастрофический взрыв. Все работы были прекращены до тех пор, пока не будет найдено решение. Мы были очень обеспокоены. Если мы не справимся с природным газом, это повредит нашему строительству и сократит срок службы моста. Мы не знали, что делать. Газовые карманы под большим давлением представляли собой самую большую угрозу. Если их пробить, они могут лопнуть, как воздушный шарик, взорваться с разрушительной силой. Но инженеры нашли решение. Мы называем это управляемым выпуском газа. Мы выбираем зоны с самой большой концентрацией газа, потом бурим там отверстие, чтобы его выпустить. Узкие трубы вставили в полости с газом и снабдили их пневмоклапанами. Это позволило выпускать газ до тех пор, пока давление не снизится до такого уровня, когда оно уже не представляет опасности для рабочих и для моста. Это остроумное решение позволило инженерам пройти через зону газового месторождения, не огибая его. Первый шаг можно было, наконец, сделать и забить 6000 стальных свай в морское дно. Прочность основания моста зависит главным образом от стальных свай. Стальные сваи для основания моста невозможно заменить. Каждая свая должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать силу ударов, которыми ее забивают в каменистое дно. Все 6000 свай также должны в течение десятилетий выдерживать пребывание в соленой воде. Неподалеку от стройплощадки построили заводы для их изготовления по особому заказу. Из стальных листов толщиной 22 мм изготавливали трубы шириной 1,5 метра и длиной почти 90 метров. Каждую трубу дважды сварили при помощи дуговой сварки, сначала изнутри, а потом снаружи. Специальный сплав с медным покрытием использовали в процессе сварки. Проводящие свойства меди увеличивали температуру сварки. После сварки медь скалывали. На то, чтобы изготовить и сварить каждую колоссальную сваю весом почти 70 тонн уходило 40 минут. Это самые длинные и прочные стальные сваи, какие только применялись для строительства в Китае. Но даже эти мощные стальные колонны могут превратиться в ржавчину, если бы природа взяла свое. Признаки ржавчины начали появляться на сваях еще до того, как они были доставлены к воде. Для этого моста расчетный срок жизни составляет 100 лет. Это означает, что использованный нами материал должен продержаться 100 лет и требовать при этом самого минимального ремонта и осмотра. Чтобы сваи выдержали испытание временем, сталь должна быть защищена от влияния сил природы. Во-первых, сваи почистили струями песка, чтобы убрать ржавчину с их поверхности. Затем их покрыли антикоррозийным веществом под названием расплав эпоксида. Чтобы нанести эпоксид, его нагрели до 250 градусов Цельсия. Высокая температура имела большое значение для приваривания эпоксидного покрытия к стали. Инженеры были уверены, что теперь сваи готовы выдержать напор стихий в заливе Ханчжоу. Стальные сваи, сконструированные нами, проживут 100 лет. Строительство моста начали одновременно с южного и северного берега залива. При расстоянии между ними в 36 километров важно, чтобы обе части точно совпали, когда они в конце концов встретятся. По традиции строители мостов применяют метод визуального наблюдения, чтобы обеспечить стыковку. Но этот метод не годится при таком большом расстоянии и в условиях сильных ливней и густого тумана. Системы глобального позиционирования с помощью спутников вычисляют точки на поверхности Земли с точностью до нескольких сантиметров. Для строительства моста в заливе Ханчжоу станции системы глобального позиционирования были установлены на суше, и объединенная система была создана специально для строителей моста. Базовые станции поддерживали связь со спутниками для создания триангулированной координатной сетки. Каждая свая получила уникальный постоянный адрес со своей широтой и долготой. Приемники системы на КОПРИ находили этот постоянный адрес для точной установки каждой сваи. На барже для забивки свай имеются две системы глобального позиционирования, которые связаны с базовой станцией на берегу. Таким образом, эта баржа способна подплыть примерно к точке установки сваи, и когда она приблизится к этой точке, бросит якорь. Потом ее лебедкой подтягивают в точное положение и на нужном месте опускают сваю. Это произвело настоящую революцию в проведении строительных работ, и это изменило всю нашу работу. Система глобального позиционирования должна обеспечить стыковку двух концов моста точно в нужном месте. Через два с половиной года после одобрения проекта первая свая была забита в осадочные породы. Для забивки шести тысяч свай в морское дно требовался огромный молот, установленный на громадном корабле. Специально для этой цели построили колоссальный плавучий копер. Этот поршень может забивать сваи с силой 250 тонн на квадратный метр. С каждым чудовищным ударом 28-тонный молот забивает сваи все глубже в морское дно. Требуется больше двух часов, чтобы забить каждую гигантскую 90-метровую сваю. С каждой сваей мост обретал свою форму. Но сваи были только первым этапом строительства основания моста. Потом для опор моста потребовались бетонные быки. И снова грозящая коррозия и среда бухты создала проблемы. Для мостов такого масштаба применяются в основном два вида материалов – сталь и бетон. Бетон по своей природе требует меньше технического обслуживания, чем сталь. Но бетон, как мы обнаружили, обладает ресурсом прочности только в том случае, если его сделали правильно. Гигантские быки образовали опоры для пролетов моста. Эти колоссальные опоры имеют различную высоту. У суши они меньше метра, а у судоходного канала – более 40 метров. И как все материалы моста, они должны продержаться по крайней мере 100 лет. Уязвим для окружающей среды не сам бетон, а то, что внутри – стальная арматура. Бетон изобрели римляне более двух тысяч лет назад. Но широко применяться он начал в строительстве только в начале прошлого века. Именно тогда инженеры начали армировать бетон сталью и открыли новую эру в строительстве. Сталь делает бетон прочным, но она также делает его уязвимым. Нормальный строительный бетон очень пористый. Вода попадает внутрь через крохотное отверстие в отвердевшем бетоне и в конце концов пробирается к стальной арматуре. Когда соленая вода проникает к столе, она заставляет металл ржаветь и расширяться, прижимая его к бетону изнутри. Под этим растущим давлением бетон начинает разрушаться, и бык гниет изнутри наружу. Бетонные быки моста Ханчжоу были армированы многочисленными стальными стержнями или арматурными профилями. Снабдить тысячи тонн арматурных профилей защитным покрытием было бы слишком дорого. Было найдено решение снизить количество соленой воды, попадающей на сталь. Этого можно добиться, разработав более прочный и менее пористый состав бетона. Когда мы начали, у нас не было примеров в прошлом, на которые можно опереться, поэтому мы составили тысячи различных формул. Мы их испытали и выбрали лучшую. Точность состав океанского бетона, разработанного для моста Ханчжоу, держат в большой тайне. Но инженер Лю Найшен согласился открыть один ключевой ингредиент. Мы добавляем сажу в состав бетона, чтобы заполнить промежутки и связать эти вещества. Он увеличит прочность и антикоррозийную устойчивость бетона. Сажа, собственно говоря, это особый вулканический пепел. Еще одним ключевым компонентом этого столетнего бетона является ингибитор коррозии. Сложное вещество, которое замедляет химическую реакцию между соленой водой и сталью. Если мы используем бетон, в отличие от стали, это означает, что затраты на ремонт снижаются, потому что бетон по своей природе не нуждается в ремонте и покраске, как сталь. Ему это не нужно. Эти инновации в технологии производства бетона позволили инженерам уверенно продолжать проект. Чтобы обеспечить проход с моря огромных контейнерных судов по заливу Ханчжоу, пришлось сделать проект моста с двумя большими пролетами. Они будут иметь в длину 450 метров с башнями, которые поднимут дорожное полотно на 45 метров над глубокими водами морских путей. Опять-таки, окружающая среда оказала большое влияние на конструкцию этих очень высоких участков моста. По мере того, как мост поднимался все выше над уровнем моря, инженерам пришлось принять в расчет еще одну могучую силу природы. Еще одной трудной задачей было сконструировать пролеты для пропуска судов при штормовом ветре. Залив Ханчжоу – это место, где случаются самые свирепые штормы и тайфуны на планете. Со времени начала строительства моста в ноябре 2003 года, за два года мы пережили 10... Нет, погодите, 11 тайфунов. Ураганный ветер может достигать скорости более 170 км в час и сносить все на своем пути. Нужно было устранить все сомнения в том, что мост Ханчжоу способен выстоять в таких экстремальных условиях. Конструкторы моста Ханчжоу через дельту реки Янзы в Южно-Китайском море преодолели угрозу месторождения природного газа, ежегодной приливной волны и коррозийного воздействия соленой воды. Последней трудностью стало необходимо сделать мост устойчивым против тайфунов. Огромные пролеты моста, необходимые для прохода контейнерных судов, сделали проблему тайфунов еще более трудно решаемой. Здесь расстояние между быками так велико, что вес пролета нужно поддержать тросами сверху. А мосты на тросах особенно страдают от сильного ветра. Мосты на тросах очень подвижные. Это означает, что из-за проносящегося над ними ветра они имеют тенденцию раскачиваться, как крыло самолета. Испытания в аэродинамической трубе и другие критерии нужно принимать во внимание при проектировании устойчивости моста. Чтобы найти конструкцию, которая может выдержать экстремальные условия в заливе, инженеры испытали в аэродинамической трубе множество моделей моста. Они подвергали эти модели воздействию ветра ураганной силы, которая должен выдержать реальный мост. Мост Токома-Нерролс в американском штате Вашингтон служит классическим примером того, что может случиться. Этот мост получил прозвище «Галлопирующая Герти», потому что с момента окончания строительства он уже был неустойчивым. Но в ноябре 1940 года сильный ветер обрушился на и без того непрочный мост, что вызвало опасное кручение полотна. Необычное раскачивание постепенно становилось все сильнее, в конце концов тросы лопнули, и мост обрушился. Именно это нам нужно не допустить на нашем мосту. Поэтому мы придали краям моста такую форму, что он стал аэродинамически устойчивым. После многочисленных испытаний в аэродинамической трубе проектировщики моста Ханчжоу выбрали окончательный проект. Система несущих тросов крепится к башне в форме буквы А высотой 202 метра на южном конце пролета, а также к двум ромбовидным башням высотой 187 метров на северном конце. Тросы будут поддерживать гигантские пролеты, а треугольная форма башен увеличит их устойчивость при сильном ветре. Результат? Судоходные пролеты, достаточно жесткие, чтобы выдержать напор ураганного ветра. Но кроме самого проекта нужно было разработать методику строительства. Высоко над мощными течениями залива Ханчжоу рабочим строителям каждый день пришлось бороться с непредсказуемыми, часто экстремальными условиями. Эта работа не для слабонервных. Рабочим необходимо преодолеть свой страх. Большинство наших рабочих, нанятых в этой местности, не имеют опыта работы на море и никогда раньше не сталкивались с тайфунами. Не только страх рабочих беспокоил руководителей стройки. Погода влияла на безопасность рабочих и на график строительства. Срок строительства определили в полтора года. Этот срок может показаться разумным, но каждый год погодное окно над нашей стройкой составляет всего около 200 дней. Подумать только, что мы должны втиснуть все строительство всего в 200 дней года. Это очень сложная задача. Команде пришлось составлять план работы с учетом плохой погоды и одновременно обеспечить безопасность рабочих. Самые неблагоприятные дни работу на море прекращали. Ключевая часть решения заключалась в том, чтобы смонтировать многие компоненты самого длинного морского моста в мире на суше, где можно контролировать окружающую обстановку. Мы хотели перенести процесс производства и строительства на землю, так сказать, и попытаться найти способ возводить его там. Мы отчасти избавились от головной боли таким образом, и также гораздо меньше зависели бы от сил природы. Когда плохие погодные условия задерживают строительство на море, на берегу можно продолжать заводское изготовление деталей. Огромные фабрики построили на обоих берегах залива. Они могли изготавливать гигантские компоненты, необходимые для строительства. Это означает, что вы получаете продукцию действительно хорошего качества, сделанную в заводских условиях, под контролем. Там можно делать крупные сегменты, затем доставлять их на стройплощадку и там же монтировать. Традиционно пролеты моста состоят из ряда относительно небольших секций, которые монтируют на месте. Но для того, чтобы сократить время сборки на стройплощадке, инженеры применили хитроумный метод в невиданных прежде масштабах. Гигантские пролеты будут отливать в одной гигантской форме. Этот метод применяли и раньше. Впервые его использовали на строительстве тайваньской высокоскоростной железной дороги. Но то были блоки гораздо меньших размеров, а здесь интересно то, что это самые крупные блоки в мире. Эти массивные пролеты имеют в длину до 70 метров, в ширину 16,5 метров и весят целых 2200 тонн. Прикрепленные к быкам, они создают конструкцию, которая будет держать дорожное полотно. Чтобы изготовить самые большие пролеты, сваривали вместе 200 тонн стальной арматуры. 65 рабочих почти целый день делают один из этих массивных стальных скелетов. Когда эта стальная рама готова, ее переносят к форме при помощи гигантского крана. Приводной механизм использует систему синхронизированного вращения, что позволяет совершать крутые повороты. Кран маневрирует и занимает нужное положение, а потом осторожно опускает стальную раму в форму. Инженеры проверяют положение рамы и вносят последние поправки. Для каждого пролета требуется целых 830 кубометров бетона. Чтобы не допустить появления трещин, он заливается в один прием при помощи четырех насосов. Бетон подается непрерывно. При искусной координации каждый пролет может быть отлит за 8 часов. Для 36-километрового моста Ханчжоу будет изготовлено тысяча бетонных пролетов. Нелегкой задачей было переместить эти гигантские детали-головоломки в море. И чтобы успешно это сделать, команда строителей должна была поднять технологию строительства мостов на совершенно новый уровень. Пролеты моста – это голиафы процесса изготовления фабричных деталей. Перемещение их с завода к месту строительства было сопряжено с огромными трудностями. Глубина моря на северном конце залива позволяла подвозить строительные материалы к стройплощадке на судах. Это не представляло большой проблемой для рабочих. Но для доставки гигантских пролетов моста требовались большие подъемные мощности. Огромный механизм должен был поднять эти огромные детали на быки высотой 45 метров с очень высокой точностью. И одновременно бороться с быстрыми течениями в заливе Ханчжоу. Тианьи – гигантский плавучий кран, который оснащен мотором мощностью 4800 лошадиных сил. Тианьи означает «первый в мире». Его длина – 93 метра, а водоизмещение – 11 тонн. Легко понять, почему его так назвали. Мощность этого механизма доходит до 3000 тонн. Высота подъема может достигать 53 метров. Его невероятные размеры и мощность пригодились ему до последней капли, когда он выполнял свою задачу. Когда Тианьи вышел с этими пролетами в море, туман создал ложное ощущение спокойствия. Но под поверхностью воды уже началось сражение. Сражение. Чрезвычайно быстрые течения проносятся через залив Ханчжоу. Самые быстрые достигают огромной скорости 5 метров в секунду. При такой скорости корабль должен делать почти 5 узлов, только чтобы сохранить свою позицию в море. Даже рыбаки, которые называют залив своим домом, сражаются с быстрыми течениями, которые меняют свое направление при каждом приливе и отливе. Я считаю, что самую большую трудность представляет преодоление быстрых течений. Если вы ведете судно в зону быстрого течения после того, как вы увидели это течение, вам становится очень страшно. Якаря на дне моря позволяли экипажу с помощью лебедки установить судно в нужное положение. Затем кран мог благополучно опустить пролет на быки. Когда он встал на место, рабочие отсоединили трос экрана от пролета моста. Но тяньи невозможно использовать на другой стороне залива. У южного берега слишком мелко. Топки и берега в зоне прилива и отлива тянутся на 70 километров вдоль побережья и на 10 километров в море. При отливе практически никто не может двигаться по этой трясине, кроме редких сборщиков моллюсков. Строители не могут позволить себе быть затянутыми в трясину. Они выдвинули новаторскую идею, превратив проблему в решение. При отливе часть строительных работ может вестись на топких берегах, если конструкция не слишком большая. Поэтому построили маленький мост в качестве стартовой площадки для большого моста. Вы можете видеть тут, рядом с нами, топки и берега. И доступ в эту зону затруднен, поэтому одним из выходов было строительство этой эстакады. Она совершенно необходима, чтобы помочь сооружать основание. Подобно зеркальному отражению, эта эстакада проложена по тому же маршруту, что и настоящий мост. Она тянется почти на 10 километров через топи. И этот малый мост использовали для того, чтобы подвозить материалы к фронту работ. Эта эстакада стала той платформой, с которой можно строить основание для этой труднодоступной секции большого моста. Когда строительство будет закончено, этот маленький мост еще пригодится. Власти планируют использовать его в качестве базы для службы спасения на море и для ремонта моста. Но эстакада недостаточно прочная, чтобы выдержать вес гигантских пролетов моста. Снова инженеры оказались на высоте. Чтобы установить эти громадные балки, инженеры сконструировали специальный грузовик, больше всех известных раньше. Ключом к успеху стало большое количество колес. У транспортера ТИИ-1600 640 колес. Он специально предназначен для того, чтобы перевозить гигантские грузы с завода на место монтажа. Пролеты моста были самыми тяжелыми в мире, поэтому их пришлось перемещать таким образом. 640 колес распределены на четыре отдельных транспортера. Они связаны спереди и сзади гигантскими опорными балками. Каждый транспортер имеет 160 колес в группах по четыре колеса. Нагрузка на каждую группу колес автоматически регулируется при помощи единой гидравлической системы, чтобы вес всегда распределялся равномерно. Если одна шина лопнет, другие рядом с ней могут взять на себя нагрузку, так что весь транспортер не перевернется. Это очень важно, так как транспортер использовал недостроенный мост в качестве подъездной дороги через топки участки. Если бы груз упал здесь, он бы навсегда застрял в грязи. Хотя эти четыре машины были отдельными транспортерами, они двигались как единое целое. Многочисленные датчики передавали информацию бортовым компьютерам. И компьютеры использовали эту информацию для того, чтобы регулировать скорость и угол каждой из 160 колесных групп, поэтому все четыре части работали как одна. При наибольшей скорости 4 км в час с полной нагрузкой этот транспортер не выиграет никаких гонок. Но эта медленная и упорная механическая многоножка произведет революцию в строительстве мостов с длинными пролетами. Эта конструкция уникальна, она построена именно для этого моста. И я должен отдать им должное, они это сделали. И другие, вероятно, используют эту технику для строительства других мостов. Тем не менее, эта чудовищная многоножка нуждается в столь же внушительном партнере, чтобы одержать полную победу над топким берегом. Пролеты моста Ханчжоу монтировали на берегу и доставляли к месту строительства на хитроумном транспортере, имеющем 640 колес. Именно тогда на сцену вышел следующий механизм. LGV 1600. Он шагал через пролеты моста по воздуху. Когда этот шагающий механизм достигал самого дальнего быка, его задняя опора катилась до самого конца ранее установленной секции. Затем передняя опора двигалась через открытый пролет. Подъемные лебедки нужно было передвинуть для того, чтобы уравновесить шагающий механизм. Когда задняя часть была поднята, можно было вдвинуть многоножку вместе с грузом. Задняя секция многоножки подталкивала груз на нужное место. После того, как задняя опора складывалась, лебедки снова отодвигались назад, чтобы поднять груз. Стальные стержни лебедок прикрепляли к пролету моста. На нужном месте пролет снимали с многоножки и переносили в переднюю секцию шагающего механизма. Когда вес опять перемещался вперед, заднюю опору поднимали, чтобы позволить транспортеру отъехать назад за другим грузом. А новый пролет моста опускали на место. Этот метод позволял устанавливать до трех пролетов в день. И медленно, но верно, пролет за пролетом, мост шагал через широкие топки берега. К концу 2006 года все сваи были установлены на место. И закончено строительство большинства бетонных быков и колонн. А теперь, когда наконец добавились пролеты моста, проявилась вся грациозная конструкция. Как инженер, я представляю себе этот мост. Вы можете сейчас видеть, как растут колонны. Вы можете видеть, что мост будет длинным. Изгиб моста там. Он практически исчезает в тумане. Что на другом конце моста – это некая тайна. Вы гадаете, где он соединится с Землей. С самого начала строительства моста в 2003 году я нахожусь на стройке и руковожу ею. По-моему, это все равно, что растить ребенка. Я сам отец, и я очень рад видеть, как он растет день ото дня. Дерзкий проект конструкторов растет и превращается в 36 километров конструкционного совершенства. Необычной особенностью моста станет живописный служебный остров, построенный на платформе посредине залива. На нем разместятся отели, магазины, рестораны и центр для совещаний. На этом футуристическом острове будет также построена смотровая башня высотой 136 метров. Эта башня в форме гигантской жемчужины позволит путешественникам посмотреть на эффектный новый мост с высоты птичьего полета. После завершения строительства автомобили смогут двигаться по трем полосам в обе стороны со скоростью до 100 километров в час. Ожидается, что каждый день по мосту будет проезжать 52 тысячи автомобилей. И предсказывают, что это число к 2027 году увеличится почти до 100 тысяч. Когда движение по мосту откроют, я точно поеду по нему на машине. Я хочу сам увидеть, что мы выполнили задачи, поставленные нам на этом мосту. На это беспрецедентное сооружение будет израсходовано небывалое количество стройматериалов. 767 тысяч тонн стали и 2 миллиона 400 тысяч кубометров бетона. Строительство моста Ханчжоу должно по графику быть закончено в 2009 году. Как раз к открытию в Шанхае всемирной выставки в 2010. Всякий, кто вылетит из Шанхая, увидит его. Он огромен. И он определенно займет место в истории, как один из первых мостов такой длины. Для миллионов людей, которые, по прогнозам, посетят Шанхай в 2010 году, Трансокеанский мост Ханчжоу станет беспримерным образцом истинного инженерного чуда. Продолжение следует...